Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Это одна из важных отраслей, которая отвечает за безопасность проживания граждан на территории того или иного региона. Руководители ЖКХ за круглым столом обсудили нововведения в законодательстве и другие актуальные вопросы. У нас такое взаимовыгодное сотрудничество. Мы поддерживаем их информационно. Они нас поддерживают в каких-то вопросах консультационных. Люберецкая торгово-промышленная палата подвела итоги за пять лет. По традиции в этот день, в этот праздник 12 декабря мы вручаем паспорта гражданам Российской Федерации. Это главный документ вашей жизни. Юным люберчанам в торжественной обстановке вручили паспорта. Мы начинаем программу «Зима в Подмосковье» здесь, в Люберцах. Звезды ледникового периода вновь выступили в Наташинском парке. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомства читались в проделанной работе главе округа Владимиру Волкову. Подробности в материале моих коллег. С 5 по 12 декабря в Люберецкую полицию поступило около 2000 обращений от жителей. За отчетный период зарегистрировано 21 преступление. На территории обслуживания ведомства совершен грабеж, угон транспортного средства, 5 краж и одно самоубийство. Работаем в усиленном режиме, готовимся к новогодним праздникам. Создаются резервы, усиления. За неделю в городском округе Люберцы произошло 7 пожаров. В результате происшествия никто не пострадал. Вред причинен только имуществу граждан. Вчера в силу Люберецкого гарнизона оказывали помощь соседнему гарнизону Балашихинскому по пожару в торговом центре строительных материалов. На минувшую неделю управляющие подрядные организации проводили работы по содержанию городских и дворовых территорий. Для этого было привлечено 119 единиц спецтехники и более тысячи сотрудников. На прошлой неделе в связи с погодными условиями после продолжительных снегопадов произошло резкое потепление и выпали осадки в виде дождя, что привело к обледенению твердых покрытий и затоплению дворовых и общественных территорий. Все службы были переведены в усиленный режим работы. Проводились работы по обработке входных групп, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек противогололедными материалами. О том, как устраняли последствия непогоды, рассказали и представители дорожного хозяйства. В проделанной работе отчитались также сотрудники управления ЖКХ территориальной политики социальных коммуникаций. В конце совещания Владимир Волков поздравил люберецких фехтовальщиц и их тренера с победой на первенстве России. В округе прошла бизнес-встреча с руководителями предприятий жилищно-коммунального комплекса. В ней приняли участие представители администрации округа, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Сфера жилищно-коммунального хозяйства – одна из наиболее социально значимых отраслей. Поэтому качество предоставления коммунальных услуг населению на особом контроле. Наша работа оценивается, в первую очередь, конечно, жителями, но и всеми, кто в этом направлении работает, принимает участие. У нас есть рейтинги областные, есть наши внутренние, но самый главный рейтинг – это жители. Если мы вовремя не убрали дорогу или не устранили аварию, нам тут же напомнят об этом настоятельно. За круглым столом обсудили нововведения в законодательстве. Например, с 1 марта 2023 года в соответствии с жилищным кодексом собрание собственников можно проводить только при наличии актуальной базы, в которой управляющая компания ведет учет собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. Для повышения качества услуг сфера ЖКХ должна иметь профессиональные кадры. Это одна из важных отраслей, которая отвечает за безопасность проживания граждан на территории того или иного региона. И то, какие кадры работают в наших предприятиях жилищно-коммунального комплекса, напрямую зависит от безопасности проживания граждан. Поэтому очень важно, чтобы кадры были профессиональными, чтобы они имели профильное образование. По словам Натальи Абросимовой, предприятия ЖКХ городского округа Люберцы занимают в этом вопросе лидирующие позиции в регионе. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На прошлой неделе уволили двух водителей маршруток, которые нарушили правила перевозки пассажиров. Эти и другие инциденты стали темой расширенного заседания комиссии по организации безопасности дорожного движения. Встреча прошла в администрации городского округа. В этом году на территории обслуживания Люберецкой госавтоинспекции количество ДТП с участием общественного транспорта снизилось на 26%. Пострадавших в результате таких аварий по сравнению с прошлым годом тоже стало меньше на 30%. Представители администрации городского округа, инспекторы ГИБДД и руководители транспортных компаний детально рассмотрели каждый случай. В 2022 году было совершено 14 ДТП, 6 из них по вине водителей автобуса. 5 из них совершено. МОСТ РАНСАВТО, СПАРТАКТО, 2 ДТП, АВТОНОВИ 1 ДТП, РАНТРАНС 3 ДТП, ДИАЛАН 2 ДТП и СТАВТРАНС 1 ДТП. Что касается МОСТ РАНСАВТО, все 5 ДТП это падение пассажиров. Руководителям компаний-перевозчиков порекомендовали установить в каждом ряду салонов автобусов таблички с призывом держаться за поручни до полной остановки транспортного средства. Уделили внимание работе возрастных водителей. Им должны предоставлять короткие маршруты и выделять больше времени для отдыха. Ежедневно идет мониторинг по ГЛОНАССу, ежедневно идет мониторинг по нарушению ПДД. У нас синхронизированная база 1С с ГИБДД. В онлайне приходят штрафы на транспортные средства. Соответственно, мы выявляем водитель к путевому листу. И вызываем данного водителя на дополнительный инструктаж. Если этот инструктаж не помогает водителю, то, соответственно, у нас есть черный список, который мы ставим этого водителя. Замечания, которые поступили от представителей ГИБДД, сотрудники транспортных компаний должны устранить в течение двух недель. Главная цель – сохранить тенденцию снижения аварийности на общественном транспорте. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкая торгово-промышленная палата провела отчетно-выборное собрание. Подвели итоги работы организации за пять лет, вручили членские билеты и избрали руководящий состав. Собрание провел Николай Контович. Президент торгово-промышленной палаты Люберец подвел итоги деятельности организации за пять лет, обозначил приоритеты в работе на ближайшие годы. У нас примерно оказывается 12 услуг. Это и происхождение товара, это юридические услуги, это оценка. Предприниматели от нас не уходят неудовлетворенно. Поэтому все чаяния направлены на то, чтобы удовлетворить запросы наших предпринимателей. Люберецкая торгово-промышленная палата взаимодействует с крупными организациями, с представителями среднего и малого бизнеса уже 15 лет. Тогда, полтора десятка лет назад, в организацию входило всего 17 предприятий. Сегодня более 80. Те услуги, которые предоставляет палата, они востребованы, во-первых. Значит, они это делают не зря. То есть, бизнес нуждается в этих услугах. Хочу воспользоваться случаем и пожелать дальнейшего процветания торгово-промышленной палати и вместе с ней всем ее подопечным, то есть всем нашим предпринимателям. Телеканал ЛРТ взаимодействует с торгово-промышленной палатой Люберец более 10 лет. У нас такое взаимовыгодное сотрудничество. Мы поддерживаем их информационно. Они нас поддерживают в каких-то вопросах консультационных, если это юридические какие-то или бухгалтерские истории. Поздравляем наших друзей с 15-летием торгово-промышленной палаты городского округа Люберцы. Люберецкая торгово-промышленная палата создана в 2007 году. Более 10 лет ее бессменным руководителем является Николай Контович. На отчетно-выборном собрании выразили ему доверие и переизбрали на пост президента палаты еще на 5 лет. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Уже четверть века существует фабрика по производству кухонной мебели. На предприятии трудится более 300 человек, большинство из них – жители округа. Тему продолжит Богдан Колесников. Мебельная фабрика специализируется на производстве кухонных гарнитуров, различных расцветок и стилей. В ассортименте около 40 моделей. Есть потоки изготовления фасадов из деревесных стружечек плит, из ДСП, ТСС. Есть у нас мембранный вакуумный пресс, где мы изготавливаем кухни, используя пленку ПВХ. Мы и окрашиваем кухни, есть эмаль. Используем также материалы массив, массивы изготавливаем кухни. Сергей Тримаскин на фабрике почти три года. Первые месяцы работал на кромочном станке под руководством опытного наставника. Теперь сам обучает молодежь. Нам сверху с ПДО загружают программы сюда в компьютер с раскроем, с размерами. Я с помощью крана Трайтека загружаю его себе на станок со склада, запускаю эту программу и станок уже сам нарезает в размер эти детали. По технологической цепочке боковины, полки и другие детали кухонного гарнитура поступают на раскроечный станок. Затем на покраску, шлифовку эмали, лакирование и сушку. Уже готовую продукцию проверяет контролер ОТК. При выявлении производственного брака деталь отдают на доработку или утилизируют. Фасад выдерживает нагрев 110 градусов по Цельсию. Кроме термостойкости и влагонепроницаемости, фасады выносливы к возможным повреждениям и загрязнению. Глава округа Владимир Волков в этом лично убедился. Компания идет все время вперед, развивается, дополнительно вводит свои мощности, дополнительно вводит блоки, которые необходимы для производства. Мы обсуждаем вопрос поддержки предприятия и расширения его, потому что мы заинтересованы в налогах, которые поступают от каждого производителя. Это наши российские производители, которым мы желаем только успеха и движения вперед. Еще четверть века назад на предприятии изготавливали не более 500 кухонных гарнитуров в месяц. Сейчас производительность увеличилась до 15 тысяч. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Научно-производственная фирма, которая разрабатывает и выпускает электротехническое оборудование и распределительные подстанции, работает в округе. В следующем году предприятию исполняется 25 лет. За это время завод стал одним из лидирующих в своей отрасли. В этом убедилась наша съемочная группа. Электротехническое оборудование класса напряжения до 20 кВт. На сегодняшний день такую продукцию выпускают только в Люберцах. Инновационные изделия востребованы во всей стране. Без них невозможно функционирование любого объекта. Сегодня предприятие создало достаточно большую сетку схем в области распределения электроэнергии. Мы сегодня свою продукцию поставляем в МАЭСК, в Москву, в УЭК, а также в другие сетевые компании, в Россети. Весь производственный процесс, работа с металлом, покраска, оцинковка происходит на этой площадке. Закупать приходится только расходные материалы. Иностранные комплектующие либо заменяют на отечественные, либо производят сами. Планы по развитию очень серьезные. В связи с тем, что и многие компании, которые поставляли оборудование, так называемые бывшие наши партнеры, убежали. Соответственно, сейчас это оборудование вдвойне стало необходимым. Поэтому все, что зависит от нас, мы также будем поддерживать. На научно-производственном предприятии работает около 100 сотрудников. За месяц они выпускают от 50 до 60 единиц электротехнического оборудования. В планах у руководства фирмы расширение линейки выпускаемой продукции. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Праздник тех, кто удостоен самых почетных государственных наград. В начале декабря в России чествуют героев Отечества. Это люди, которые проявили смелость и мужество во время военных конфликтов или рискуя собой, спасая чью-то жизнь. В честь них по всей стране прошли торжественные мероприятия. Городской округ Люберцы не стал исключением. Памятник Трем Иванам. Символичнее место, где можно вспомнить о героях Отечества, не найти. Легендарные летчики 16-го истребительного авиаполка. Одни из тех, кто в годы Великой Отечественной войны совершили подвиг во имя независимости своей Родины и стали примером для следующих поколений. Мы свято бережно чтим память обо всех защитниках нашей страны, кто в разные времена, исторические периоды и войне 1812 года, и в сражениях Первой мировой, и в жесточайших испытаниях Великой Отечественной войны, не щадя себя, боролся за независимость Родины, отставил право самостоятельного и свободно определять свою судьбу. Героизм и мужество и сегодня понятия не чужды. Это доказывают те, кто сейчас на передовой или кто стал героем России совсем недавно. Летчик-испытатель Михаил Беляев удостоен высокого звания в 2017 году. Я хочу пожелать вам, чтобы в душе каждого из вас были следующие вещи. Это в первую очередь любовь к Родине, честь, память и почитание наших предшественников, их подвига, их достижений, всего того, чем мы сейчас гордимся. Ну и самое главное – мечтать, потому что вся жизнь начинается с мечты. Память павших героев Отечества почтили минутой молчания, после чего жители городского округа, юнормейцы и представители администрации возложили к памятнику трём Иванам красные розы и гвоздики. Луиз Айки Азарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Житель городского округа Люберцы, участник специальной военной операции Виктор Исаев встретился с воспитанниками 41-й гимназии. Заместитель командира добровольческого батальона рассказал школьникам о своем боевом пути и ответил на все интересующие вопросы. Стены этой гимназии для Виктора Исаева родные. Он окончил здесь учебу в 1988 году. Перед встречей со старшеклассниками гостью провели экскурсию по школьному музею боевой славы. Теперь война не просто слова или рассказы дедушки о Великой Отечественной, а личный опыт, которому он охотно делится с подрастающим поколением. Война встретила вообще меня в Донецке. Мы как раз привезли гуманитарную помощь туда. И там я узнал, что наш президент объявил специальную военную операцию. До этого я несколько раз был в Донецке. И с гуманитарными миссиями. И на фронте мы там были с товарищами, тоже помогали бойцам. Но когда уже была объявлена специальная операция, выхода уже не было. Потому что раз Родина попала в такую тяжелую ситуацию, кто, как не мы, должны ей помогать. В добровольческий батальон БАРС-3 «Русский легион» Виктор Исаев вступил весной. Принимал участие в боях на Харьковском направлении. Под Кременной заместитель командира с позывным «Любер» получил ранение в ногу. После лечения в госпитале вернулся домой. Человек-герой. Это наш земляк. Люберчанин. Это человек, который учился в вашей школе. И почему мы здесь и собрались? Потому что Виктор Викторович как раз-таки начинал первый класс, пришел в школу, заканчивал эту школу. И в дальнейшем жизненный путь его и внутреннее состояние, состояние точно абсолютно не без различия, привело к тому, что он с первых дней, с первых месяцев проведения специальной военной операции находится на передовой. Награжден Орденом Мужества и Царьградским Крестом Союза Добровольцев Донбасса. Но на этом боевой путь Виктора Исаева не окончен. В ближайшее время он вернется в родной батальон и продолжит свое дело. Но мы стоим. И мы выстоим. И пойдем вперед. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Преемственность поколений и дань уважения истории. В 53-й школе установили парту героев в память о войне интернационалисте Дамире Гумярове. 24 января 1987 года он погиб в Афганистане, защищая колонну советских солдат, которые возвращались на родину. О торжественном мероприятии в сюжете Луизы Игия Зарян. В музее Октябрьской школы 53 большая часть экспозиции посвящена военной тематике. В них отражена история не только Великой Отечественной, но и других вооруженных конфликтов, которые оставили след в судьбе нашей страны. Отдельный стенд посвящен выпускникам этой школы, которые ценой собственной жизни исполнили интернациональный долг. Среди них Дамир Гумяров. Я его знала лично, я была его учителем истории и общества знания. И в 85-м году был последний год нашей легендарной красной школе, которая находилась на шоссе. Это был последний выпуск, юбилейный выпуск. Мы отмечали 70-летие школы, и Дамир очень активно принимал участие в этом мероприятии. Вообще он был живой, талантливый, подвижный, душа коллектива, душа школы. Имя Дамира увековечено на фасаде его родной школы. И теперь в память о герое установлена еще вот такая парта с портретом, биографией и историей боевого пути. Это новая возможность вспомнить тех ребят, которые, когда их родина призвала, нашли в себе мужество, смелость и честь, свое достоинство сохранили. И на примере вот такого отношения к жизни, к воле, к воспитанию своего характера, мы, конечно, должны воспитывать наших ребят. На парте есть QR-код для мобильных устройств. Отсканировав его, школьник попадает на страницу интернет-энциклопедии, где представлена полная информация о героях. Право сидеть за такой партой получают ученики, которые имеют успехи в учебе и принимают активное участие в жизни класса и школы. Луиса Егия-Зырян, Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Чеканный шаг, строевая выправка и гордо поднятая голова. В кадетской школе городского округа Люберцы прошло торжественное посвящение в кадеты. Воспитанники учебного заведения пообещались честью и достоинством носить это почетное звание. Береги с вами, товарищи, торжественное обещание. Будь честным, трудолюбивым, упорным и насточиво выводить знания. Эти важные слова каждый год произносят дети, которые заслужили право вступить в кадетское братство. На этот раз торжественную глядву дали 39 пятиклассников. С сегодняшнего дня они не просто ученики. Надевая эту форму, юные кадеты берут на себя обязательства быть примером для своих сверстников. Кадет должен быть очень дисциплинированный. Кадет должен иметь хорошую физическую подготовку. И кадет должен иметь желание быть в кадетстве. Потому что если нет желания, смысла нету оставаться. Мероприятие началось с торжественного марша. Учащиеся кадетских классов прошли строевым шагом с развернутым знаменем. Исполнили государственные кадетские гимны. А также выслушали напутственные слова и пожелания от педагогов и почетных гостей. Ребята, желаю всем стать достойными гражданами нашей страны. Хорошо учиться, быть готовыми всегда к защите, к труду, к обороне. Конечно же, в будущем ребята пойдут служить в армию, будут становиться военными. Но то, что девочки стремятся и сегодня стоят в форме рядом с вами и впитывают эти азы, это очень важно. Я очень хочу пожелать вам, чтобы через много лет мы с гордостью могли говорить о каждом из вас, что вы ученики нашей школы, что вы закончили кадетскую школу. Посвящение в кадеты – один из главных праздников этой школы. В этом году он получился особенным. Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. Оттого и вступление в новое звание для каждого из этих ребят. Почетно вдвойне. Владимир Волков в День Конституции Российской Федерации вручил паспорта 16 юным люберчанам. Виновников торжества чествовали в музее 16-й гимназии. Традиции в этот день, в этот праздник 12 декабря мы вручаем паспорта гражданам Российской Федерации. Это главный документ в вашей жизни. Ребята, будьте всегда хорошими людьми, старайтесь, хорошо учитесь. Желаю вам, чтобы в жизни вашей все получалось. Сегодня в жизни этих ребят особенный день. Им вручают главный документ гражданина Российской Федерации. Торжество провели в знаковом месте – в музее истории флага Российского государства в 16-й люберецкой гимназии. Я горжусь тем, что я наконец получил паспорт, тем более на такой важный праздник, день Конституции. Теперь у меня есть возможность устроиться на работу. Традиция торжественно вручать паспорта зародилась более 20 лет назад по инициативе местного отделения Российского союза молодежи. За два десятилетия так получили документ более двух тысяч человек. Я на самом деле очень рада, потому что не хотелось бы получить такой важный документ в незначимый день для нашей страны. Я еще раз поздравляю всех с Днем Конституции Российской Федерации и в следующем году мы отпразднуем 30-летие этого праздника. День Конституции отмечают в России 12 декабря. Основной закон страны был принят всенародным голосованием в 1993 году, а с 1994 объявлен государственным праздником. В начале декабря в Москве составился первый в истории страны съезд лидеров богатырского движения. Мероприятие прошло под эгидой общероссийской общественной организации «Сильнейшая нация мира», которая создана при личной поддержке президента России Владимира Путина. В Люберцах прошла пресс-конференция с лидерами физкультурно-спортивного проекта. На ней присутствовал Луиза Егезарян. История создания проекта «Сильнейшая нация мира» берет свое начало в 2014 году, когда российские спортсмены впервые столкнулись с акциями и получили запрет на участие в международных соревнованиях. Представители богатырского движения стали проводить фестивали и турниры без привязки к мировым или Всероссийским федерациям. Затем это движение получило более широкое развитие, получило отклик от спортсменов, от общественных организаций, потому что сама идея богатырства – это очень теплый отклик, находит в сердцах россиян. Это часть нашего менталитета. У нас всегда уважали и уважают силу, и не только физическую силу, духа, созидательную силу. В следующем году представители спортивного движения проведут чемпионат мира среди богатырей. По планам организаторов, в нем примут участие как минимум 10 стран. Состязания пройдут среди непрофессиональных атлетов. Это знаковое событие, возможно, пройдет в Люберцах. Также в городском округе запланировано установление нового рекорда среди женщин-силачей. Девушка, которая будет определена предварительно на региональном, скажем так, наверное, каком-то первенстве, или это будет формат у нас, отборе всероссийском. Это девушка, которая окажется лучше всего по буксировке. Ей будет предоставлена возможность попытки установления рекорда. Я пока вес не хотел бы называть, чтобы никого не смущать, но вес будет очень большой. До этого ни одна из женщин России не двигала такую машину. Сам Сергей Агаджанян тоже готовится к новому рекорду по сценическому экстриму. В мае следующего года на центральной площади Ставрополя он вместе со спортсменом Сергеем Чуприной разрушит более ста предметов. После пресс-конференции силач надул до разрыва три грелки и скрутил в трубочку три сковородки. Минута 25-6 предметов. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Участники ледникового периода вновь привезли в Люберце театрализованное представление. На катке в Наташинском парке выступили звезды фигурного катания. Как прошел зимний праздник, расскажут мои коллеги. Эта сказка стала возможной благодаря губернаторской программе «Зима в Подмосковье». Люберчане наблюдали за новогодним представлением не только у ледовой сцены. В парке установили мультимедийные экраны с прямой трансляцией. Мы начинаем программу «Зима в Подмосковье» и здесь, в Люберцах. Посмотрите, нет ни одного свободного уголка возле борта. Театрализованное представление прошло на всесезонном катке и не оставило никого равнодушным. Прекрасно, прекрасно. Все нравится. Спасибо за праздник. Сказочную атмосферу создавали и падавшие с неба большие хлопья снега. Погода радовала и зрителей, и артистов. Хочется кататься и кататься, и кататься. Ну, конечно, да. И действительно, вот этот снег создает какую-то невероятную атмосферу Нового года, которая, может быть, еще и не так уж, чтобы сильно появилась, но когда выходишь на лед, когда идет снежочек, когда горят огонечки, ну все. Огонечки, ты имеешь в виду глаза зрителей, когда горят. Я имею в виду глаза зрителей, конечно, и Регинина тоже. И, конечно, начинаешь верить, как будто бы волшебство, оно вообще вокруг нас. Новогодний подарок организаторы ледникового периода приводят в Люберцы второй год. И обязательно еще приедут с новым представлением. Хорошая погода в доме, тепла, здоровья и веры во все самое лучшее и светлое. Желаю встретить этот Новый год всем в кругу своих семей, в кругу близких. Берегите друг друга. Будьте счастливы, здоровы, гармоничны. И пусть в вашем доме будет очень тепло, так же, как и в ваших сердцах. С Новым годом, с наступающим. Спасибо. Спасибо. Это зимой на территории городского округа откроют 17 бесплатных катков. Один из спортивных объектов уже начали обустраивать в центре Люберец на улице Звуковой. Наша съемочная группа следила за ходом проводимых работ. Раньше центральное ледовое сооружение обустраивали на стадионе Торпеда. В этом году из-за его реконструкции пришлось искать новую локацию. Впервые в истории Люберец каток разместится между картиной галереи и зданием администрации. Это очень технологичное оборудование. Это так называемые айсматы, через которых проходит хладореагент, охлаждает и поддерживает в любую погоду, если на улице будет даже плюсовая температура, поддерживает минус на льду. Это специальная машина шлифовальная, которая шлифует лед после каждого сеанса. К услугам жителей будут степлые раздевалки, пункт проката, мастерская по заточке коньков и зона фудкорта. Одновременно на катке смогут находиться около ста человек. Мы точно так же, как на Наташинском парке, мы сделаем группу официальную ВКонтакте, в Телеграме. Во всех соцсетях мы разместим информацию, где происходит регистрация, как получить QR-код. QR-код мы получаем для отслеживания количества, чтобы всем было максимально комфортно кататься. Совсем скоро это заснеженное поле станет одним из главных мест притяжения жителей округа. Открытие катка намечено на 25 декабря. Современные технологии позволят сохранить лед до середины весны. Луиза Игия, Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Завершился спортивный фестиваль среди воспитанников Люберецкой футбольной школы «Спартак». На арене Дворца спорта «Триумф» встретились команды красно-белых разных возрастов. Праздник «Спартаковцев» посетила наша съемочная группа. Спортивный праздник собрал более 600 футболистов. Сергея Крохина родители привели в секцию футбола в три года. За пять лет тренировок Сережа научился делать передачи, ловко обводить соперника, вести и контролировать мяч при пробежках на длинные дистанции. Самое сложное, ну, когда иногда бывают у головы, закрывают всех. Я в защите, в нападении, я везде. Тут много игроков, и можно забивать голы, и тут очень круто. Прими меня! Драки, отдай дальше! Опытные футболисты говорят, чем младше спортсмен, тем важнее доверие тренера. Михаил Теунов играет в футбол с шести лет. Спортивную карьеру начал в Ставрополе, продолжил в Подмосковье. После окончания Малаховской академии физической культуры стал тренером. Хочу, чтобы они стали хорошими людьми изначально. Это очень важно. Спорт спортом, он закаляет, дает дисциплину прекрасно. Но оставаться добрым, позитивным, постоянно видеть хорошее, радоваться, это вот очень важно. Поддерживали футболистов во время игры не только наставники-тренеры, но и родители. Трибуны ревели, встречая свою команду. Четыре года подряд мы проводим ежегодный футбольный фестиваль, посвященный Красно-Белому году нашим детям, которые могут здесь играть в футбол, получать удовольствие, дружить, общаться. И с каждым годом мы становимся все сильнее, нас становится все больше. И я с уверенностью могу сказать, что футбол в Люберцах очень любят. И более того, в Люберцах любят Спартак. Футбольную школу «Спартак» в округе открыли пять лет назад. Сегодня в ней занимаются 680 спортсменов от 4 до 17 лет. Бадан Колесников, Денис Заугольников, телеканал НРТ. В Люберцах прошел турнир по тайскому боксу, посвященный 125-летию становления дипломатических и дружественных отношений между Россией и Таиландом. Во дворце «Спорт и триумф» встретились более сотни боксеров из разных регионов. Турнир прошел при поддержке посольства Таиланда и администрации городского округа Люберцы. Дмитрий Шашкин занимается тайским боксом всего год. За это время 12-летний люберчанин принял участие уже в нескольких престижных соревнованиях. К нынешнему бою готовился серьезно. Однако в атаках и обороне его соперник оказался ловчее. Я много косил и не сильно бил ногами. Мне нужно работать над силой, над четкостью. Каждый раунд оценивали судьи, которые наблюдали за боем с разных позиций вокруг ринга. Они смотрели не только на физическую подготовку. На очки, на балы, на удары ног руками, работа в клинче, на выносливость, на дыхалку. Кто больше устал, тот и проиграл. Тайский бокс часто называют «муай-тай», что переводится «свободный поединок». В этом виде боевого искусства разрешены удары кулаками, ступнями и голенью, как в кикбоксинге, а также локтями и коленями. Это именно те удары, которые наиболее ярко выражают технику тайского бокса. Основная задача нашего турнира – это историческая память. Таиланд – это единственная страна в Юго-Восточной Азии, которая не была колонизирована именно в этой истории. Помогла именно Россия. Ну и мы хотим еще раз объяснить это и рассказать об этом им, в том числе о нашем детях. В состязаниях приняли участие 120 спортсменов от 12 до 17 лет. Городской округ Люберцы представили 30 боксеров. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова